Мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований. Сегодня Алифу нужна твоя поддержка. Прими участие, внеси свой вклад. Ссылка на донейт в описании. Ссылка на донейт в описании. Я думаю, каждый человек должен гордиться своей национальностью, потому что мы не должны быть похожими друг на друга, в плане, что если бы все культуры, менталитет были бы одинаковые, то не было бы никакого интереса, не было бы чего-то такого. Ради чего мы едем в другие страны, отдыхаем, интересуемся чем-то. Естественно, нужно гордиться своей национальностью. Я думаю, да. Я азербайджанец, я горжусь, но тем не менее, почему-то я горжусь и узбеками, например, и татарами очень сильно, киргизами и так далее. Я горжусь, в общем, всеми мусульманами. Так как я, наверное, тюрок, на один процент я все-таки горжусь татарами, узбеками. Очень сильно болею за уйгуров, потому что их притесняют, сами знаете, в Китае. Это факт, это правда. Хотя мы знаем кое-кто, который в России, кто на самый главный муфтий, тыры-пыры, не будем говорить, все узнали. Немножечко говорить не то. На монтаже вырежут, нас нахрен убьют. В общем, ребят, гордитесь своей национальностью, не надо стесняться. Многим людям задаешь вопрос, кто ты по национальности? Они такие, а это важно. Ну, братан, если ты родился так, почему ты стесняешься? Можешь сказать, если ты там кем-то являешься, будь добр. Потому что пророк Мухаммад, салли алей асалям, сказал, что не стоит гордиться своим происхождением. Я не хочу, если я ошибаюсь, я не хочу цитировать хадис неправильно, но я читал это не раз. Поэтому я считаю, что не стоит гордиться именно. Гордость не должна присутствовать в сердце по этому поводу. Альхамдуля, я мусульман, но надо именно этому радоваться. Естественно, конечно, гордиться. Каждый человек должен гордиться своей национальности. А вы сами кто? Таджик. Гордиться национальности одной нельзя. Только... На первом месте? Да, на первом месте это вероисповедание. Ну, возможно, не то, что гордиться, а должен уважать свою нацию, кем он родился. То есть, что... Ну, хотя человек может сменить нацию и придерживаться другой религии, а не той, кем он родился. А так, в целом, я думаю, как минимум уважать себя, кем он родился и где он родился должен. Свой город и своих родителей и все такое. Нейтрально отношусь, ну... Ну, насколько вообще это должно быть важным для человека? Гордиться за свой народ, за национальности нашество? Ну, должно быть, как какой-то части, как бы. Ну, наверное, все-таки горжусь своей национальностью. Вот почему? Какие у вас там, ну, не знаю, два-три повода напоминают? Ну, люди душевные. Как бы, горжусь еще тем, что... А вы кто, простите, по-национальству? Русский. Ага, да. Душевность? Душевность народа. Потом, ну, блин... Территория, конечно, не относится. Территория России у нас очень красивая, как бы. Ну, вот так все. Ну, да, по-национальству. Вот почему, как бы, за чем больше всего гордитесь? Ну, некоторые люди, например, достигли успеха. Вот, например, Кыргызстан зашел, таможенный союз вместе. Определенный статус имели. Вот, этому гордиться. Ну, например, вот они, исламская религия. Сейчас самая действующая, самая последняя религия, это ислам. Печать пророков. Мухаммад, салаллаху алейху ас-салам. Правильно? И вот они в этой религии. Все. Как не гордиться? Что на первом месте? Религия или национальность? Естественно, религия. Потому что Аллах сказал, когда создал людей. Я создал людей, чтобы они мне поклонялись, говорит. Вот, первая мысль. А на земле будете жить и проходить испытания. Вот, что пойдет по моему пути, тот обязательно пойдет в рай. Это Аллах сказал. Никто не будет, а создатели всего. Субханава Таля. Как можно после этого не верить и не идти молиться? Национальность гордиться не надо. Надо гордиться тем, что человек или нет. А религия? Религия. Что на первом месте вообще? Национальность или религия должна быть? На первом месте вера в Аллаха. А потом остальное. Конечно, горжусь. Почему? Две причины. Потому что я узбек и потому что у меня богатая история. А что на первом месте должно быть все-таки? Гордость за нацию или вера? Вера, конечно. Конечно, тут бесспорно, потому что нация не имеет значения уже. Если ты мусульманин, то вера, ну, то есть нация не имеет значения. Конечно. Вот почему две причины какие-нибудь? Потому что я таджик и этим, говорю, горжусь. Вот важно ли вообще гордиться национальностью? Что важнее, вера или... И то, и другое. Один, ну, равнозначно. Равнозначно, естественно, вера. Вера? Конечно. Да, конечно. Кто вы национальность есть? Таджик. Вот почему человек должен гордиться вообще национальность? Человек как человек, он должен гордиться. Везде вообще невозможно. Если ты сначала сам себя уважаешь, а остальные, так и получается. Что важнее, вера или нация? Как сказать? Вообще-то в исламе нет нации. И есть мусульмане. Вера важнее всего? Нет. Нации, ну, то есть у нас есть вера, да, это есть ислам. И мы остальные нации, я не знаю, кроме таджиков, и много-много, но мы их уважаем, любим, как братья, как сестры, и как остальные. У нас в религии, как вы знаете, национальность особо не играет роль, важно это вероиспыдание. Но своей нацией я, конечно, горжусь, потому что... Потому что в России эта нация сыграла большую роль в свое время. Она сделала много... Точнее, благодаря этой нации, и особенно религии, Аллах, субтитры, появилось много-много великих ученых, исламов, которые до сих пор, и у которых до сих пор используются науки, которые они преподавали. Тем самым, мне кажется, то, что моя религия сыграла основную роль в становлении именно религии в России. Ну, и, конечно, я считаю то, что все-таки нации, они идут второстепенно, потому что довольно-таки много разногласий появляется по этому поводу. Понравилось это видео? Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok